А с другой стороны, это учебное пособие. Как вам пришла в голову такая идея создать книжку для детей? Идея пришла достаточно давно. Когда мой маленький племянник, которому на тот момент было 7 лет, спросил у меня, из чего делают бизнес. Да ладно? Да. Здорово. Потому что его родители и все окружающие всегда, собственно, на ответ, а что конкретно делают, конкретных ответов он не получал. Понятно. Когда ему исполнилось 8 лет, он задал тот же самый вопрос. Когда ему исполнилось 9, он опять спросил, а что ж конкретно делают. Так. Куда ходят, что носят, что производят, что такое бизнес. Ну и, собственно, вот после этого мне не оставалось ничего другого, как написать эту книгу, серьезную, но в виде сказки, чтобы детям 7, 8, 9, 10 лет было понятно, что такое бизнес. А мне хочется сказать два слова об авторе нашей детской книги. Этот автор известный экономист. Это человек, который много работал с инвестициями. Это человек, который преподавал в НГУ и в МГИМО. И, тем не менее, это человек, который сумел в доходчивой форме донести до детей основы бизнеса. Светлана, а ваш опыт преподавания, ваш опыт работы с иностранными банками, он вам как-то вообще помог в этом деле? Очень помог. Очень помог. Потому что на серьезных переговорах с высокими ставками, то есть, когда речь идет о очень больших деньгах, зачастую приходится формулировать свои мысли и пытаться понять партнера собственно вот на уровне 10-летнего ребенка. Потому что... Что вы? Да, потому что вот эти вот понятия, они не меняются. То есть дело только в форме. Как это подать? То есть, условно говоря, ведь если мы поинтересуемся, с чего начинается бизнес... Да. Первое, с чего начинается бизнес. Наверное, многие взрослые люди скажут, нужно зарегистрировать компанию, нужно встать на учет в налоговую инспекцию. И это правда. Да. Но бизнес начинается с идеи. Да, это правильно. Да. И я думаю, что молодым читателям тоже приходит в голову прекрасная мысль. Правильно? Да, да. Дети очень хорошо, кстати, формулируют, что они хотели бы делать. Да? Да. Конечно, они... Есть и такие, которые все знают уже сразу. Да, у них есть представление. Другое дело, что, конечно же, дети не понимают, что главная цель бизнеса – это прибыль. А для них какая главная цель? Для них главная цель – помогать людям. Да что вы. Ну, отлично. Прекрасно, по короткой идее. Да. И это тоже задача бизнеса. То есть то, что ты делаешь, должно быть кому-то нужно. Иначе это никто не будет покупать. Но у детей есть, например, вот такие идеи по бизнесу. Создать приют для животных. Отлично. Отлично. Но это не очень доходно. И, скорее всего, ну, как бизнес, это вряд ли можно рассматривать как приоритет. Конечно. А скажите, пожалуйста, а что для вас является критерием успеха в бизнесе? Деньги. Только деньги. Главным образом деньги. Что еще? Да, то есть если нет прибыли, то мы говорим о том, что бизнес не успешен. Конечно. То есть, конечно, главная мерила любого бизнеса – это деньги. А скажите, пожалуйста, вот как ваша книжка придумала по жанру? Что это такое? Это правда учебник? Там что, есть задачи? Там есть какие-то задания? Или это все-таки какой-то рассказ? Вот расскажите об этом. Как вы ее построили? Так, чтобы дети ее читали. Она написана в виде сказки. И, собственно, мы проводили короткое тестирование среди детей 8-10 лет. Она читается легко, легко и приятно, потому что герои, они точно такие же, как ребенок, который читает. То есть там есть персонажи? Там есть персонажи. Более того, они попадают потом в прекрасный мир бизнеса, в страну бизнеса. И у них, конечно, меняются имена. Да. Да. Да, девочка, лидер, она, конечно, должна быть примой. Ну, девочки всегда должны быть примами. Правильно. А мальчики, собственно, один из них банкирчик, а другой банкротик. Да что вы! Да. Ему не повезло? Нельзя этого сказать. В команде бизнеса должны быть разные люди, в том числе и профессиональные критики. Ага. Это то, что уберегает бизнес от рискованных действий в огоне за прибылью. То есть такой человек, безусловно, в бизнес-команде нужен. И в книге отводится целая глава команды образования. То есть герои расстаются, они переживают, они получают сначала реализацию своей мечты. Да что вы! Но она им не нужна, потому что нет команды. То есть одному человеку это не нужно. Понятно. Это нужно с командой единомышленников. Да, и я думаю, что и детям, которые будут читать эту книгу, это тоже будет очень и очень понятно. Потому что для них друзья это важно. Конечно. Я думаю, что еще один критерий успешности бизнеса это возможность реализовать себя. Правильно ведь? Да. Это же все-таки увлекательно. Это приключение. Вы правильно назвали свою книжку, так? Да. Да. Герои имеют свое представление о идеях бизнеса. Да. И они в книге озвучены. Они борются за свою идею. Отстаивают ее. Отстаивают правоту, да? Да. Доказывают свою правоту. И это тоже очень важно, потому что в результате конфликта, который происходит... Да вы что? Там прямо драма и конфликт. Все как полагается. Да. В результате конфликта все-таки они понимают, что вместе выгоднее. Да. И надо приходить к компромиссу. Поэтому идеи всех, они пытаются трансформировать таким образом, чтобы получилась наилучшая идея. И каждый мог бы себя проявить. И в книге есть задание на эту тему. Ну, скажите какое-нибудь. Приведите пример. Привести пример. Ну, вот из самых простых по командообразованию в рубрике «Надо подумать». Например? Подумай, кого бы из своих друзей ты взял в команду для реализации бизнеса? Ага. Важно, важно. Потому что я вот вроде бы и дружу с этой девочкой, но в бизнес я ее, наверное, не позову. То есть это повод серьезный, повод для человека в зависимости и подумать. Здорово. А скажите, пожалуйста, какие понятия вы там разбираете? Вот понятия бизнеса все-таки это учебное пособие в каком-то смысле, да? Да. Это, в общем-то, учебное пособие. И что там вы рассказываете детям? Вот какие понятия являются фундаментальными, основополагающими? И так, чтобы детям было это понятно тоже, что это главное. Да. Ну, что касается главных аспектов бизнеса. То есть бизнес-идея, команда образования, бизнес-планирование. И все это вы рассказываете для детишек дошкольников. Да. Младших школьников. Да. Но, конечно, маркетинг, безусловно, ты должен понимать, кому это нужно и за сколько это купят. Ну, здорово. То есть в том числе мы разбираем такие сложные понятия, как валюта. Валюта? Да. Что такое деньги. И, собственно, вот в самом конце, на обложке вы можете тоже потренироваться, поменять 35 сломанных карандашей на один хороший пенал. Ну, то есть курс будет один к 35. Ну, в общем, мы... Вот таким образом. Вокруг этого так и живем тут. Да. Да, интересно. А скажите, пожалуйста, Светлана, вот вы планировали эту книжку. Я смотрю, тут много всяких интересных картинок. Вот с чем это связано? Для чего вы это делаете? Ну, книга – это для детей. Да. И, да, с моей точки зрения, все-таки два канала, да, слышу, вижу и... То есть визуальное изображение, мне кажется, что для детей это очень важно. И картинки, с моей точки зрения, нарисованы очень хорошо. Ну, хорошо. Серия, которую задумала Светлана Резник, называется «Большие деньги для самых маленьких». Светлана, а дальше мы будем вообще как-то расти вместе с вашими книжками? Обязательно. Может быть, там, для среднего возраста, для старших каких-нибудь школьников, что-нибудь такое увлекательное появится. Какие у вас планы, расскажите? Да. Сейчас пишется серия. Да. Да. То есть следующая книга серии будет называться «Как деньги гуляли по миру». Что это значит? Это уже валюта в прямом смысле? Это не только валюта. Это и становление банковского дела. А где это происходит все? Это происходит... Первая часть книги – это «Современная Россия. Главные герои мальчики 12-13 лет». И, собственно, определенным образом, я сейчас не буду раскрывать этот секрет, они попадают в Геную. 1410 год. Вот как раз начало бизнес-отношений. Правильно? Да, потому что все, конечно, то, что формировалось относительно банковского дела... Само слово «банк» – это образовано от итальянского банка «стол», на котором работали «менялы». Понятно. «Банк» – это, собственно, прообраз банков. Все, ясно. Вот поэтому мы банк называем банком. А слово «банкрот», например, оно, собственно, состоит из двух частей. «Банк» и «рота». «Стол ломать». Если меняла, не мог расплатиться по своим обязательствам, то все имели право сломать ему стол. Он банкрот, он не может платить по своим обязательствам. И, конечно, вот эти вот прекрасные события, они развиваются в Генуе. Во второй книге это будет «Флоренция», потому что мы не можем обойти Флоренцию. И на сегодняшний день нам понятно, что, наверное, не было бы Леонардо да Винчи, если бы не Лоренцо Медичи. Ну, конечно. То есть без вот этих концентраций крупного капитала даже мировое наследие невозможно было бы создать. Но эти книги рассчитаны уже на детей более старшего возраста и, надеюсь, что они появятся в ближайшее время в издательстве. А скажите, пожалуйста, планируются ли эти книги, вот наши вот эти книги, которые мы создали, планируется ли, что они станут все-таки каким-то учебным пособием, но хотя бы в факультативном плане? Чтобы помимо, ну, потихонечку дети учились и познавали мир. Мир денег, мир бизнеса. Да, но вот поскольку я это долго писала, да, и это такой, собственно, ребенок, я, с точки зрения автора, мне кажется, что это нужно всем. В общем, вы, наверное, правы. Знаете, даже те дети, которые далеки от проблем бизнеса, все равно им придется в жизни столкнуться так или иначе с этим. Да, конечно. Я думаю, каждому. Поэтому все родители, я думаю, будут озабочены в той или иной степени, чтобы ребенок понимал, что к чему. Ну, и кроме того, ведь ребенок может, читая эту книгу, понять, что ему нужно работать в сфере пиар, потому что он сегодня, да, там задается этот вопрос, что ты делаешь лучше других? Можешь ли ты продать пирожки своей бабушке или так их отрекламировать, чтобы они тут же улетели с прилавка? То есть, и с точки зрения подготовки к будущей профессии в этой книге, можно, каждый ребенок может себе выбрать и, по крайней мере, понимать, что мне ближе вот это, мне ближе вот это. Ну, и дело, собственно, будущего, как он будет дальше развиваться, обучаться, ну, и наверняка добьется успеха. Скажите, пожалуйста, а вот я знаю, что вы специалист по переговорам, вы даже читали в МГУ курс по успеху в переговорном процессе. Вот скажите, пожалуйста, а что-нибудь такое для детей, вот у вас прозвучало хорошее слово «находить компромисс», там и так далее. Вот что-нибудь такое вы планируете? Это, я думаю, очень интересная мысль. Да, мысль очень интересная, но с учетом трех частей книги «Как деньги гуляли по миру», да, да, да. Но мне кажется, что это действительно важно, потому что, ну, путем переговоров можно достичь любой цели. Любой. Любой. Ну, это отлично. Так что, дорогие родители, привлекаю ваше внимание еще раз к замечательной книжке, которая в легкой форме доносит до вас все возможные идеи начала бизнеса, развития бизнеса, понимания бизнеса и, в общем, жизни вокруг нас. Я думаю, что каждому из детей будет полезно познакомиться с этим. Кому это близко окажется, кто-то все равно будет жить в этой жизни, и все равно понимание этих процессов и основных понятий будет для него очень важным. Дорогие родители, приобретайте эти книжки для своих детей. На стенде «Риполклассика» автор Светлана Резник, замечательный экономист, профессионал, который написал книгу для детей популярную, легкую, интересную, увлекательную, может вам дать сегодня автограф. Спасибо.